Приветствую вас. Я думаю, что у вас есть внутренний конфликт. На данный момент этот внутренний конфликт, который у вас есть, он, знаете, по моим ощущениям, никак не пойдет на пользу сыну. То есть я не знаю, что вы можете дать своему сыну, например, если будете в себя виноватить, ну, к примеру, если будете виноватить в себя за то, что у вас там маленький доход или там что-то еще. Да, что угодно на самом деле. Вот. То есть тут я так думаю, что вам здесь надо бы крепко подумать, чего вы хотите для своего ребенка и то ли на самом деле вы не хотите. Сладочек чего по вашему поведению вы отказываетесь, ну, да, там, от работы, да. На мой взгляд вы боитесь быть как отцом своему ребенку, а может быть не хотите. Так и в целом вы боитесь успеха в профессиональном сфере. Вот. Так мне, по крайней мере, это кажется, честно говоря. Почему мне так кажется, ну, потому что если бы вы чего-то хотели определенного, да, если бы вы чего-то определенного хотели, я думаю, что вряд ли бы вот это определенное вызывало бы сомнение, понимаете. То есть вряд ли вот это определенное, вот это определенное вызывало бы у вас противоречия. Так, поскольку вызывает противоречия, то я думаю, что проблематика здесь заключается исключительно в том, что вы не уверены. Что вы сами не уверены в том, чего вы хотите. Если вы не уверены, то вы сомнитесь, сомнитесь в первую очередь в том, а стоит ли оно того? То есть, условно говоря, стоит ли ребенок того, чтобы ряде не будет не реализовываться? И стоит ли работа того, чтобы ради нее не взаимодействовать со своим ребенком? И вот, вроде бы, очень драматичный выбор, на самом деле. А по факту получается, что я не выбор был, потому что я надеюсь, что вы просто боитесь делать вот то или иное. Просто, ну просто боитесь, просто у вас есть какой-то страх перед действием, любым действием, не только этим вот этим действием, которое вы описываете. Ну, я так думаю, опять же, да? То есть, я не говорю, что я здесь сто процентов правил. Ну, я здесь сто процентов, а не знаю, что я здесь сто процентов, а не знаю, что я здесь сто процентов. Соответственно, вам нужно с травмой поработать, если она, ну, если она действительно имеет место быть. Потому что так вот само по себе это не пройдет, не закончится, к сожалению, ну и причина нужна, из-за чего. А брак у нас остался сын, 3 года развелись мы, по причине там, если я не мог, просто не хотела дать ей того, чего она хотела. А как вы к этому отнеслись? И на каких основаниях выстраивали отношения? Когда мы жили в месте, нам хватало денег, правда, он напряг. Потому что она вызвала закрыт, она решила, что я не нужен, больше она для нас тратится сама в этой жизни. Ну, считывается, что у вас некие обиды, во-первых, есть, а во-вторых, ощущается несколько, на мой взгляд, что, чтобы не очень зрелые отношения выстраивать. Вот. Дальше. Так, эмммм. Теперь я понимаю, что у меня маленький доход, я не могу устроиться в жизни. И что для вас это значит? Я задумался, что отъехать в город и начать новую жизнь. Ну, я думаю, что, как бы, отнести в город и ваши проблемы не решат. То есть, маленький доход, я не могу устроиться в жизни. Я хочу все поменять, чтобы что? Вы хотите доход, чтобы что? Чтобы ничего, так я не хочу оставить сына. Мне кажется, я его брошу. Что вы вкладываете в слово брошу? Вы не сможете приезжать, не сможете с ним общаться. В своем городе я не могу начать жизнь с шестого листа. А вы не сможете нигде начать с шестого листа, потому что свой опыт вы несете, ну, как бы, с собой. Вот. Так что, тут, ну, как бы, тут вот, в принципе, то, что я могу вам сказать, то, что я могу вам ответить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.